Не изменяя традиции, которую уже не один десяток лет, Слободской район вновь проводит конкурс лучших представителей агропромышленного комплекса. Среди них операторы машинного доения, водители, трактористы, наладчики оборудования, бухгалтеры, руководители предприятий и все, на ком держится сельское хозяйство. В этом зале в очередной раз собрались победители, я уже по старому зале районного соревнования, название лучший по профессии. Позвольте еще раз вас поздравить всех с тем, что руководители отметили вас как лучших по профессии и пожелать дальнейших успехов в работе, так и, конечно, в своей личной жизни. В районе существует традиция фотографии лучших вывешивать на доску почета, которая находится в администрации. Фото Владимира Лупова, руководителя СПК «Красная талица», на доске почета красовалось неоднократно. Вот и в этом году он вновь был признан лучшим среди руководителей. Но при этом не столько горд за себя, сколько рад за своих сотрудников, которые были выдвинуты на участие в конкурсе. Решение об этом тоже принимает руководитель. В первую очередь я руководствуюсь тем, что если человек безотказный, куда его не пошлешь, какой наряд не дашь, пусть даже он малооплачиваемый, он идет. Но если люди выбирают работу, вот я сперва этим, а потом результаты, как сработал. Те люди, которые со мной сегодня приехали, они в принципе, это не люди, это сама работа, они в этой работе живут. Они понимают, что надо, и знают, они очень грамотные, особенно вот коллега Ольга Михайловна, Наталья Геннадьевна, работает с 76-го года заведующей. Если она уходит в отпуск, происходит понижение производства молока. Как выходит на работу, ну все это же, корма эти же, работники эти же, все, опять молоко поднимаются. Загадка? Нет, просто любят и умеют на совесть выполнять свое дело, независимо от того, в каком подразделении работают. Среди награжденных много стажистов, их общий трудовой стаж составит несколько сотен лет. Например, Любовь Манылова работает диспетчером автотранспортного цеха на марш-стройзаводе с 1974 года. И таких преданных своей профессии людей много. Есть среди награжденных и молодежь. Любовь к животным привела Елену Суслову после окончания вуза в зверхозяйство «Вяткотан». Девушка работает уже на протяжении пяти лет. У меня бригада серебристых черных лисиц. По голове 1300 голов зимой и летом около 6000 голов. У нас очень много механизмов, этапов выращивания, поэтому у нас постоянно идет смена работы. Поэтому интересно работать. Опять же, любовь к животным привела ВПК и Наталью Новоселову. Детская мечта помогать усатым и хвостатым вылилась во владение профессией ветеринарного врача. Практику девушка проходила уже на будущем месте своей работы. Я не знала, куда в какой колхоз идти. Мне посоветовали Ликминский. Вот я там, начиная со второго курса, по окончании пятого курса я там все ездила на практику. Мне понравилось. Я заключила договор с ними. Они мне платили подъемные, пока я училась в последний год. И потом я приехала туда, мне дали дом. Как бы подъемные все. Начала работать. Работа очень нравится. Потому и отдаются ей полностью. Потому и ценят их в коллективе. Руководители предприятий говорят, в агропромышленном комплексе работает много достойных людей, фотографии которых могли бы украсить не одну доску почета.